Так, ну, мы как не договаривались, решил под вечер к вам прибыть в ваше расположение. Ну, как я и сказал, информация в тот момент была непроверенная, но в самом деле дезинформация, действительно. Планировались несколько очень интересных акций в городе Запорожье. Сегодня, 27-го числа, как бы ни одна из этой информации не подтвердилась, ничего из того, что было многим людям высказано и отправлено информацией, ничего так не подтвердилось, ничего так и не подтвердилось. А что за акций, чтобы понимать, какие случаи? Не буду, не буду говорить. Что, сколько уже людей записалось самооборудование? Я извиняюсь, через 5 минут я вам перезвоню, Саша. Это информация света. Это даже, да? Да. Ну, я так понимаю, больше 300 уже, да? Намного больше. Да, ну, сколько дней. А, патрулирование, как сейчас вы делаете? По ночам тоже, да, патрулируете? И в дневной, и в ночной время. С милицией какое-то взаимодействие все-таки началось или пока так и воздерживаетесь? Ну, с милицией взаимодействие у нас есть, как бы, контакты есть, мы общаемся, передаем информацию такую, ну, не оперативно, а в случаях, если действительно проходит правонарушение, вот, мы приводим правонарушителя им, сдаем, вот, и потом спрашиваем с ним, с них, что происходит с теми людьми, которых мы привели. Чтобы не получилось, что мы приводим в милицию, они откупились и ушли. Контролируйте. Контролируем процесс, что происходит дальше. Вот. Чтобы не было короткости. Ну, а штаб работает? Штаб работает круглосуточно. Без выходных и без практиков. Без круглосуточно. Без круглосуточно. Здесь мы работаем. Ну, спасибо, хорошо. Пожалуйста, хорошо. Нюшечка еще подсниму, так. Работу вашу со стороны. Будем туда уезжать. Так, друзья, ну, мы находимся в штабе Запорожской самообороны. Чего, чего, чего нельзя. А тут разрешение такое, что никто там не особо. Ладно, поедем дальше курсировать. Может быть, у вас какая-то информация есть? Ну, как, то же самое. Много каких-то слухов, много каких-то разночтений таких. Ну, судя по всему, день сегодня прошел спокойно. И мне даже кажется, он такой сонный был сегодня. Потому что, наверное, все замерли. Да, и завтра же Совет Майдана собирается с 9 утра. Причем он, судя по всему, будет достаточно резонансным. Потому что очень много острых вопросов. У нас тоже очень много информации для там будет. После, ну, как раз в 9 утра мы зайдем туда. Немножко рассказываем, что у нас получается. И хотим послушать, что у них получается. Потому что люди очень недовольны. Недовольны чем? Недовольны тем, что те комиссии, которые созданы, они не работают. Это раз. И второе, кто туда вошел, да? И все приходят сюда ко мне. Со мной лично общаются и говорят, что комиссии созданы. Но никто с ними не связался. То есть, где я ответственный за ту или иную комиссию? Да. А мы за все комиссии одновременно самостоятельно отвечаем. Ну, и ряд людей еще высказывают какие-то критические замечания в сторону. Кто вошел в эти комиссии? Насчет того, что кто вошел, я не могу судить. По одной простой причине. Я работаю, занимаюсь. Понятно. Ну, у тебя свое направление, силовой блок. И воскресенье намечено несколько митингов в городе, да? В субботу. Уже в субботу они начнутся, да? То есть, послезавтра уже, да? По-моему, там и в воскресенье, и все в субботе. А футбол отменили. Футбол отменили, да. Что вы по поводу Масленицы думаете? Не знаю. Потому что вроде как городская власть его официально обменяет. Городская власть вроде отменяет официально Масленицу. Но есть желающие, но есть желающие провести Масленицу все-таки в таком неофициальном формате, но учитывая, что это массовое мероприятие. Соответственно, меры безопасности. Где будет проводиться? Вроде обсуждают дубовку. Ну, как слух. Прекрасно. Не проверено. Ну, как слух. Ну, я так думаю, народ будет сегодня отдыхать. Сегодня мы обеспечивали охрану на бульваре Шевченко. Когда выставили семь больших самоваров. Для рекордов. Для рекордов. Угу. Там прошло все нормально. Абсолютно мирно. Еще народ тревожит вот эти на пресс-конференции. Заявление было по поводу этнических групп. Я не буду сейчас называть конкретно эти национальности. Да? Ну. Слухи. Ну, якобы эти группы. ОПГ там или бандформирование. Не знаю. Якобы в городе. Ну, как бы они из города и не выходили. Они постоянно были. Ну, якобы их там усиливают. Или кто-то новый приезжал. Ну, не знаю. Я сейчас подтвердить эту информацию не могу. Да. Информация идет. И информация очень много. Но для того, чтобы слухи не распускать, я пока умолю. Когда будет более точная информация, тогда я вам вижу это. Вот это телефоны контактные, да? Если их так нельзя. Посмотрите. Мы работаем круглосуточно. Вот телефоны штаба самообороны Запорожского Майдана, друзья. Можете посмотреть, записать, кому нужно будет. Так. Ладно. Все. Тезис ТВ был с вами. Спасибо. Поедем. Приходите. Да. Мы поедем дальше. Дозорить, что происходит в городе. Телефоны у вас наше есть? Да, да, да. Если появляется какая-то информация, набирайте, пожалуйста. Да, да. Все. Счастливо, друзья. Счастливо. До свидания. Так. Ну, вот такая обстановка в штабе самообороны Запорожского Майдана. Уважаемые зрители, мы только что 20.30 сейчас на часах. 27 февраля. Четверг. Мы только что побывали, посмотрели, как идет работа. Ну, представитель самообороны сказал, что информация по количеству записавшихся добровольцев является секретной, но значительно больше, чем 300 человек на сегодняшний день записано добровольцами самообороны Майдана. Сегодня был такой день полусонный. Ну, вот активисты говорят, что было несколько слухов о якобы готовящихся провокациях, каких-то акциях на сегодняшний день, но вроде как эти слухи не подтвердились и ничего такого в городе не произошло. С милицией взаимодействуют по-прежнему, вот, ну, я бы так сказал, параллельно двигаются самооборонцы. Говорят, что задерживают каких-то нарушителей, если задерживают, то просто их сдают в РОВД, а потом контролируют, что дальше там милиция делает с теми или иными правонарушителями, то есть берут просто на контроль. Ну, вот как-то так, если итоги вечера. Вот. Ну, друзья, с вами Виталик Зюба, канал Тезис ТВ. На данный момент я буду отключаться. Следите за нашими эфирами. Вот. А завтра будет важный эфир. В 9 утра прямо мы включаемся. Будет общий сбор Совета, Народного Совета Запорожского Майдана. И прямо в 9 утра, это большая встреча будет, мы начнем прямую трансляцию с этого мероприятия. Это все будет происходить в здании Запорожского областного совета 28 февраля, завтра в пятницу. На этом пока я с вами прощаюсь. Виталий Дзюба, канал Тезис ТВ. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...